Настоящие гости всегда с гостинцами, а потому встреча с первых минут приняла легкий непринужденный характер. О том, почему для проведения экскурсии дамы и женсовета выбрали именно Ленинск ТВ, они рассказали сами. Мы непременно обсуждаем все те проблемы, которые поднимаете вы вместе с городом на городской панораме. И мы подумали, как создается вот то самое, что выходит на экран. Вот поэтому мы напросились. Думаем, канун праздника. На встрече шеф-редактор Ольга Шрайбер рассказала о людях, которые работают в компании, и об истории ее создания. В этом году, 21 числа, в феврале, нам исполнилось 19 лет. Если начиналась компания с единственной информационной программы, то к 20-летнему юбилею Ленинск ТВ подходит, имея в своем активе три телеканала. Программы студии выходят на домашнем ТНТ и канале Рен Белова, две газеты и два радио на FM-волнах. И в этом гости смогли убедиться, побывав в редакциях и студиях каждой из них. Как работает система безопасности и отдел рекламы? Кто готовит материалы для знаменки? И с какой скоростью нужно набирать текст, чтобы успеть написать горячий материал в выпуск? Обо всем этом гости не просто узнали, но и испытали на себе. Надо сказать, газета очень интересная. Интересная. Там столько много рубрик, полезных. И разнообразная. Там на все темы все можно найти. А для того, чтобы в газете можно было найти все, нужно не только придумать тему, найти ньюсмейкера, взять интервью, но и подать материал читателям на красивой тарелке под вкусным соусом и как можно быстрее. Познакомившись с нюансами работы поближе, гости приняли решение, молоко за вредность на таких должностях никак не помешает. Рыбы. Сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на который вы сможете придерживаться. На котором вы сможете продержаться недели, две, три. А это уже звукозаписывающая студия. Увидеть и не попробовать самому практически невозможно. С начиткой гороскопа для радио «Ленинск» Нина Трубянникова справилась на пять. Телец. Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит. Помочь действительно можете только вы. Прекрасно. Молодец. Ну, очень волновалась сразу. Думала, вдруг не получится. А потом, когда услышала свой голос, и мне даже как будто бы понравилось. А когда-нибудь в жизни кто-нибудь вам говорит, что у вас очень приятный голос? Ну, говорили вообще-то. Удивлять хозяев гости не прекратили, но об этом чуть позже. А пока экскурсия продолжается. А вот здесь у нас непосредственно находятся операторы эфира. Здравствуйте. Для чего вот эти вот голосы, ну, в смысле, постоянно включены? А это включает кто-то? Да, если что-то, да, случится технически, допустим. Сбой, да? С приборами, да. Мы переключаемся на эти полоски на время устранения. Как начитывают и монтируют сюжеты, где снимают ведущих панорамы событий, и вправду ли прямой эфир идет в прямом эфире. А если да, то как записки с вопросами попадают к ведущей? Мы ответили на все или почти на все. И тогда они вот так вот ползком, вопросы вот тут ведущие подэты, и смотрят на телезр, что их не показывают. Раз. Побывать на студии и не примерить на себя роль ведущей новостной программы, значит прожить день зря. И вот тут пришла наша очередь удивляться. Здравствуйте, дорогие горожане. Пошла. Уже через пару-тройку минут, освоив, как нажимать педаль, чтобы двигать текст на телесуфлёре, и куда именно говорить на камеру, Галина Распопова выдала класс. Я хочу поблагодарить коллектив телестудии за теплый прием, за то, что у вас все очень красиво, и все очень, кабинеты все хорошие. И хотелось бы, чтобы вы дальше процветали, продвигались, чтобы все у вас было хорошо. Чтобы вас сели отметили. Да. И мы вас любим. Как это выглядит на экране, новоявленные ведущие и всем гостям показали тут же. Мы видим по телевидению вас одних, а на его вы совершенно другие. И вы настолько приятные, теплые лица. Вот честное слово. Даже как-то думаю, что тут встретил какого-то близкого, родного человека. Увиденным все остались довольны. А пока мы решали, не стоит ли увеличить штат еще на одну ведущую, свой вклад в журналистику внесла председатель женсовета Анна Оленькина, взяв интервью у нашего шеф-редактора. Хотелось бы узнать, вот как, с каким настроением вы приходите на работу, что вам нравится в этой вашей сумасшедшей работе. Ответ мы оставим за кадром. Должна же остаться хоть какая-то тайна. Скажем только, работу свою мы любим. И готовы делать ее для вас, уважаемые телезрители, снова и снова. А на сегодня новостей больше нет. Желаем счастья. Редактор субтитров А.Семкин